Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, ребята, это свершилось ваше любимое беременное в 16 новый сезон. Если вы этому рады, то поддержите это видео лайком, будет очень приятно. Также переходите на мой лайв-канал, там очень часто выходят ролики из жизни, где мы бываем с женой, что покупаем. А если еще быть круче, то можно перейти вообще на лайв-канал жены, Снежка ТВ, и там каждый день выходят ролики из нашей жизни. Я уверен, что вам понравится, потому что там крутая съемка, крутой звук, съемки с квадрокоптера. Короче, ребята, все сделано для того, чтобы вы получали удовольствие от видео. А мы, ребят, начинаем новый сезон беременная в 16. Поехали! Привет, меня зовут Ксюша, мне 16 лет, я из Красноярска. Догулялась Ксюша, да? Сидеть дома – это скучно. Гораздо веселее тусить с подругами. Соответственно, я могла пропасть из дома. На сутки, на два, даже, может, на три. Вы думаете, меня наказывали за такое поведение? Конечно, нет. Я же самая младшая и любимая дочь. Ведь три мои сестры уже взрослые, а не от первого брака мамы. Три мои сестры. То есть, получается, там бабе царство. У своего папы я одна. Ксюша очень желанный, долгожданный, поздний ребенок. Когда родилась, было 44 года. Ну, а папе было 25. Нормально мамка-то гуляла. Да, слушай. Да, конечно, долгожданный. Бля, мамке 44, а папе 25. Нечего сказать даже. Папа меня обожает. Да и вообще, в семье меня все любят. Кроме одного – Игоря. Мужа моей сестры Кати. Он постоянно пытается меня воспитывать. И злиться, когда у него это не получилось. А, это сестры такие взрослые. Кяйца. У нее трудный характер. Уважения никакого взрослым нету. И ее просто сильно баловали. Все прихоти ее ей восполняли. Я пытался с Ксюшиными родителями разговаривать на эту тему. Но получал один ответ. Это наш ребенок. Мы как хотим, так и воспитываем. Как-то странно. Не выглядит молодно. На пенсии отец тоже не работает. Год назад он получил рабочую травму – перелом руки. И чтобы она правильно срослась, ему поставили металлические спицы. Называется аппарат Елизарова. Подождите, это тот отец, которому было 25, я правильно понимаю? Ну, я ничего не перепутал, нет? Это, ну, выглядит, конечно, он не сильно моложе мамаши. Ну, ну, ладно, окей. Я так понимаю, что это он. Но дома родители спокойно не сидели. Потому что их постоянно вызывал директор моей школы на ковер. Она грубила преподавателем. Она дралась. Кому-то могла там из мальчишек даже нос разбить. Девчонок колотила. Я хотел пацана, но и получил пацан в юбке. Улучшил. Такое, знаете, весо. Я чуть-чуть. На свою голову. Дралась я не просто так. В школе меня оскорбляли. Дразнили, что я плохо учусь и смеялись по поводу лишнего веса. Мне это надоело. Поэтому после девятого класса я решила свалить в колледж. Ага. Суха, как всегда, любит перед фактом ставить. Я профессию выбрала. Профессия-то какая, Ксения? А профессия, папа, у меня самая лучшая. Тракторист? Теперь я будущая трактористка. Прям каждая девушка мечтает, ребята, стать трактористкой. 300 выйду замуж за тракториста. Мне нравится, что я девушка. И я могу управлять такой большой техникой. Не каждый мужчина такое сможет. В колледже я хорошо учусь. И вообще забила на гулянке. А все потому, что я влюбилась. Женьке 24. Он парень мечта. Красивый. Да еще и с хорошей работой. Наверное, знаете, нам просто не понять трактористку. С хорошей работой. Тут показывают, как говно с ней. Уборка хлева – это подработка. А вообще он заботится о животных на ферме. Спасибо, спасибо, спасибо. Что, наели? Нет, ну хорошая работа, я согласен. Родители Женьки давно развелись. С отцом он не общается, а с мамой видится редко. Она пенсионерка и живет под Красноярском. А Женька живет в другой стороне от города. Пару лет назад он переехал в деревню Орей. Короче, парень живет в селе. Наследство от бабушки, километров 40 от города Красноярска. В этой деревне мы и познакомились, когда детьми нас привозили к бабушкам на лето. Ага. Я не помню этот момент, но у нас есть совместная фотография, где я маленькая, и у него на плечах сижу. По общению она была, ну, не глупо. Подождите, маленькая на плечах, там по фотографии было, что она тогда еще была больше, чем сейчас. Типа взрослее ум, чем по годам. Поначалу мы дружили, а встречаться стали год назад. Мне понравились его теплые слова в мою сторону, его отношения ко мне в общем. То есть ко мне никто так раньше не относился. И я раздвинула ноги. Спустя пару месяцев наших отношений я стала оставаться у Женьки ночевать. Я, конечно, очень переживала, переживал и отец, потому что рано. Но дело-то в том, что у меня дочь чувствовала себя очень одинокой. Поэтому я не хотела давить на Ксюшу. Для меня это первые серьезные отношения, а для Женьки нет. У него даже есть дочь. До Ксюши у меня была девушка, ей было 16 лет тоже. Пацан красавец, бля, долго не думает. Вася берет себе молоденьких спелых вещинок, а? И прожили мы вместе два с половиной года. Мы расстались. Причины как-то, я не знаю, просто негатив, злость была, как-то друг друга отвращение. Уже невозможно было так жить друг с другом. А сейчас как? Сейчас бывшая жена Жени Алина живет далеко от Красноярска. У нее новая семья. Но видеться с дочерью она Жене запрещает. Из-за этого он страдает. Я не раз видела его в слезах. Я спросила, почему, говорит, ты плачешь? Он говорит, я поскучаю по дочке. Вот тогда мне стало его очень сильно жалко. Понял. А потом я залетела. Я не понимаю, как можно было бросить такого клевого парня, как Женька? У него же ведь всего один недостаток. Его друзья. Уходил я. Я думаю, какой недостаток? Может, алкоголик или что? Ну, почти. Ну, типа. Вот как развлекается молодежь в городе. Херня это все. Кальяны, Вася. Эти клубы, музыка. О, Вася. Сели мужики. Опа. Гармошечка. Хрен, где вы сейчас такую гармошечку встретите? Провожала, милая, нас. С пивасиком, а? Юра еще берет гармошку, там, и песни горланим, там, по деревне уходим. Вот он, местная караоке. Отдыхаем нормально. И если младший брат Жени, Саша, приезжает из Красноярска время от времени, то Духу живет в пяти минутах ходьбы от Жениного дома. Юра постоянно хочет быть Женей. Он его постоянно тянет куда-то побухать. Не бери с собой Ксюху, не делай то, не делай это. Меня это бесит. А бесит, потому что, когда Женя пьет, он грубит мне. И мы ругаемся. К тому же Юра ужасной бабник. И меня напрягают непонятные телки в его компании. Женю я очень сильно ревную. К каждому столбу. Я не знаю, почему это очень неприятно. Даже когда он девушку какую-нибудь обнимает. Поэтому я решила, что пора этот балаган прекращать. Хватит уже разгульной жизни. У нас ведь отношения. Я начала действовать. Ксюша переезжала постепенно, настойчиво. Каждые выходные, когда она приезжала, в портфеле с собой привозила вещи и оставляла их. Я говорю, Ксюша, ты что перевозишь-то сюда? Что оставляешь? Говорю, потом грузовую газель придется вызывать, чтобы тебя обратно перевозить. Сначала я перевезла вещи, а потом уже решила сказать об этом маме. Мама, я хотела тебе сказать, что я решила жить с Женей. Ты еще с ума сошла? Ты сколько лет? Ты что, ты маленькая еще? Тебе учиться... Я тебя поставила перед фактом, я у тебя не спрашиваю. Это что такое, ты как с матерью-то разговариваешь? Это была ее мечта. Бля, это сестра. Не, ну слушайте, разница в возрасте у них реально такая прям серьезная. Она мамке родится, а не всестры. Симпатичная же, Женька. Смотрите. Ее попытаются эту мечту отобрать. Сестра! Она мне сказала, что... Я бы сказал, что ты сестра мамы, а ну типа как-то сестра выглядит херово. Мамаша, ну судя по всему, ты еще вроде плюс-минус. Мама, я тебе просто не прощу, если ты помешаешь. У нас любовь, но с этим... Конечно, я пыталась как-то воспрепятствовать и поговорить. Нелли еще такое имя необычное для такого возраста. Я получила, что хотела. Теперь Женя постоянно рядом со мной. А его друг Юра не может это принять. Все, надо же цветочек срывать. Скумбы. Жека! О, я знал, что ты не спишь. Что за ***? Ты что приперся? Женя спит уже. Он должен проснуться, когда к нему брат пришел. Не надо его будить ***. Мне сейчас надо, чтобы вы пошли опять пить. Окей, я тогда зайду через второе окно, где он спит. Ну попробуй пролезть. Но цветок, на, все-таки возьми. Белый! И вот так практически каждый день. Как только вечер, Юра тут как тут. Сколько можешь дома сидеть? Что? Как я и сказал, так... Здорово, Саня, здоровенько. Привет, привет. Привет, Ирочка, привет. Это Ирочка моя, познакомься, это подруга. В смысле твоя? Ну, друг, подруг там, вон. Что за ***? Подошел к ***, как будто твоя жена. Чему ты знаешь-то вообще? Да в смысле, к чему *** ты ее так лапаешь? А ты что вылыбкаешь, поговоришь? Сейчас ребята будут махать. Алло, алло, ты рамки-то имей? Мне неудобно, конечно, перед друзьями, когда такая ситуация происходит. Ревность, тем более без повода, без оснований его так истеричь, чтобы я вообще не приближался к противоположному полу, это глупо. ***, ты ее обнял-то? Ты знаешь наши отношения? Он меня обнял. Почему? Он меня обнял. Почему? Когда он меня обнял, ты не ничего не обнял. Конечно, меня бесит такие ситуации, когда она такое себе позволяет. То есть, может сказать, о, приперлись, или ему сказать, типа, что давай провожай своих друзей. И не может быть такого, что прям такая любовь, что при всех своих друзьях себя так позорить. Поэтому я очень злой был и прям говорил ему, что он в тряпку какую-то превращается. А баба тут дерзкая в 16 лет. Да пошли вы сами. Войди сама. Давай. Не видел тебя. Но как можно так со мной поступать? Ведь я беременна. Да ты, мягко говоря, тоже не ангелочек, я тебе скажу. Хе-хе. Город Красноярск. А, ты уже не в селе? Мы с ними разругали с Женей, и я уехала в Красноярск. Я думала на тот момент, что мы просто все поставили точку в наших отношениях, что мы расстались. Когда уехала от Жени, не знала, что беременна. Но спустя полторы недели начала подозревать. Я курила в тот момент, мне начало тошнить от сигарет. Еще меня тошнило тогда, когда я чищу зубы. Пап. Чего выглядишь так плохо? Внутри, ну, мне кажется, там было что-то особенное. Ну, вот чуть-чуть, как бы, ашара, ашадость, такая, ну, удивление. Че, подросток же еще не 18 лет, не 20. Еще даже училище только вот начала. Ну, че, ну, попросила, ладно. Ну, я на следующее утро сделала этот тест. Ну, и он показал две полоски сразу. Я тогда исполнила, что она начала плакать. Мне не стыдно было и не страшно сообщать маме эту новость, потому что на тот момент мне было страшно, что я беременна. И она знала, что, как бы, я сделала этот тест с утра. Она ждала результата. Ну, я, короче, сделала тест. Ой, и что? Ну, я беременна. Это что, доченька? Рано тебе еще, маленькая ты. Да и учиться надо еще, доча. Как-то было, конечно, не по себе, потому что... Шо, аборт? Страшно мне стало. Да ты сама 44 нажала. Я знала, что мама не будет на меня кричать, но мне было важно рассказать эту новость своей сестре Кате. У нее была точно такая же ситуация, что она родила в 16 лет. Я ожидала... Слушайте, так я смотрю, у вас там это, по линии. Она меня поймет, как бы поддержит. Я хотела, что с тобой поговорить-то? Я беременна. Конечно, я переживала. Но я предполагала такой исход дела, потому что она уже с мужчиной живет. Но я не думала, что они решат так рано. Твои дальнейшие действия? Я не знаю. Аборт в любом случае делать нельзя. Первый тем более. Моя позиция, конечно, рожать. Ну, когда я забеременна Насте, и мне тоже было страшно. Я думала сделать аборт. Пошла, сдала все анализы, пришла домой. У меня трехлитровая банка на столе стоит, молока. Я говорю, мама, зачем? Он говорит, пей, тебе нужно. Будешь рожать, потому что первый бур делать нельзя. Также я сказала Ксюше. Конечно, уже никуда от этого не деться. А Женька знает? Нет. Я переживаю за его реакцию. Ну, так это... Что ты переживала, сказала и все? Поговорить с ним? Ну, я не знаю, когда с ним поговорить. Он тут на работе, тут дела делает постоянно. Он так поедет ему на работу и кинет. Я не послушала сестру и решила подождать, пока Женя сам захочет ко мне вернуться. Ведь он меня любит. Долго придется ждать. А если нет, зачем он мне тогда нужен? Буду растить ребенка одна. Что теперь делать с этой беременностью? Я не знаю. Ошарашила она, конечно, этой новостью. Я просто из колеи выбита. Ну, ничего не поделаешь. Кулаками махать уже поздно. Раз завелся, позавелся. Папка, конечно, такой забавный, знаете. Может, кому что? Некому? Я, когда узнала о беременности дочери, я не созванивалась с его мамой. Потому что я не знаю ее телефона, во-первых. Во-вторых, я считаю, что они, наверное, сами должны это послушать. Знаете, мамка и папка у нее спокойные. Пока я думала, что же мне делать, я услышала звонок в дверь. Мы никого не ждали. Это кто? Вдруг это Женя. Но это был не он. О, привет. Привет. Моя сестра Катя подослала ко мне свою старшую дочь Настю. Мою племянницу. Чтобы как-то меня развеселить. А это та, в общем-то, дочь, которая родилась в 16 лет от той сестры. Ни хер на себя нормально она вымахала. Ну, что ты думаешь делать? Рыжать, что еще? Да, нормально все будет, все будет, ты че? Поднимемся. Ты же не одна. Ты же семья есть. Настя меня немного успокоила. Это по факту пришла племянница. А это тетя, которая младше ее. Да. Я все равно постоянно думаю о Жене. Неужели наши отношения вот так и закончились? Еще и тошнит постоянно. Сил просто нету. Алло. Катя, привет. Привет. Что сбылась? Да меня так тошнит ужасно. Песец просто. Живот тянет. Я ходить не могу. Че за фигня? Ты думала, это так легко. Беременность там такая штука сложная иногда. Когда это пройдет? Как родишь? Ну, я думала, недельки через дверь полегче будет. Я думала, что это все бред, что это все наиграно, что не может быть настолько плохо. Потом я поняла, что это же все-таки чужеродное тело в твоем организме. Организм его поначалу... Чужеродное тело? С этой слабости я днями валяюсь на диване и редко появляюсь в колледже. Так что поняла, беременной учиться не смогу. Я решила взять академический отпуск, пока что на полтора года. Не знаю, что там может быть, с кем оставить ребенка или не будет. Если не будет с кем оставить, можно еще продлить на полтора года. И когда я оформляла академ, уже не выдержала. И после колледжа поехала к Жене на работу. На тракторе уже не езжу, да? Женя! Пройди сюда! А ты что тут делаешь? У меня тут такое тело... Что? Я беременна. Ты серьезно? Да. Ну что ж, поздравляю. Кто отец? Вот и поговорили. О, телефон нормальный. Айфон! Алло. Алло, Кать, привет. Ты откуда-то идешь, что ли, запыхалась? Не! Я сейчас была у Жени на рабочих, короче. Ну и рассказала ему, потому что я беременна. Прикиньте, что он мне сказал. Поздравляю. Что, прям так и сказал? Я вообще надеялась, что если я это скажу, он вернется ко мне и все наладится. Ксюш, запомни. Пытаться ребенком удержать мужчину, это плохая идея. Ребенок это ответственность. Золотые слова. Всем моим девчонкам на заметку. Я всегда тебя поддержу. Главное, чтобы любовь была. А ребенок тоже просто следствие. Когда мне Ксюша позвонила, пожаловалась, что Женя никак не откроектировал. Я решила позвонить ему, узнать, в чем дело. Ты ж ты, Валера, бля. О, Катюха, что-то звонит. Алло. Жень, привет. Привет, Кать. Я тебе хочу сказать, что так не поступают. Да, она мне, что, каждый месяц говорит, типа, беременна. Что, каждый раз беременна, что ли? И пропадает у нее? Ты меня послушай. Ты сейчас ведешь себя не по-мужски. Нет, ну так а что, если у этих ситуаций сколько раз-то было? Будет УЗИ, тогда я, ну, понимаю уже сто процентов. А сейчас это, ну, просто слова. Все, я поняла, я тебя услышала. Когда Катя сказала, что Женя требует доказательств, я разозлилась. Ну да, пару раз я думала, что беременна. Но это же не повод не верить мне. А тест сделать, нет? Я не понимала, что мне делать на тот момент, потому что мне было неприятно. Но подумав, я решила, докажу Жене, что беременна. Пусть ему будет стыдно. Я пошла в женскую консультацию. Да тут по животу как бы видно. Но там меня обломали. Врачи сказали, что у меня слишком маленький срок. И чтобы у УЗИ было что-то видно, нужно подождать несколько недель. Я даже не знаю, пусть ли она, что скоро станет бабушкой. Сюша. Да. Ой, а ты куда-то собираешься, что ли? Ну да, на УЗИ. А может мне с тобой пойти? Нет, мам, не надо. Вместе ей селить. Нет, мам, ну я сказала, не надо, значит не надо. Ну как хочешь. Сама справлюсь. Маленька. Меня обижает вот именно грубость. Она, видимо, не понимает, что ее очень ждали, что она мне очень дорога. Не, мамка хорошая. Знаете, вот мамка и папка у нее хорошие. Я бы, наверное, сказал бы, что они даже чересчур мягкие. И вот она вот выросла такая эгоистка немного. Вот как-то вот видно, что мамка любит, папка вроде тоже неплохой. Молодой, конечно, такой забавный мужичок. Но тут не такие же, знаете, которые вот отрави и выброси. Мама просто обидевая и не понимает, что меня залит не она, а сама ситуация, что я должна кому-то доказывать, что беременна. Да и на УЗИ с ней мне будет как-то некомфортно. Плеща можно на стульчик складывать. Ложимся, животик оголяем. Ножки прямо. Беременна желанная? Ну, как сказать, не запланированная. Не запланированная. Да. Ну, ничего. У вас уже вот 13-я неделя. Сердечко уже бьется. Двигательная активность у ребеночка уже есть. У меня все равно не было ощущения, что во мне ребенок. Ну, вот показывают на экране этого ребенка, я все равно не могу поверить, что он во мне там еще и шевелится, что ли. Отец ребенка с вами, как он, поддерживает вас. Вот так. Да. Ну, замечательно. Да. Это вам фотография на память. Какой маленький. Спасибо большое вам. Я решила сделать ему сюрприз, купить открытку и закинуть туда фотографию. Я пошла в торговый центр и купила понравившуюся мне открытку. Ксюш! О, привет! О, привет! О, привет! О, привет! Как дела у тебя? Да, ничего, нормально. Такая, знаете, типа, внежданная встреча, блядь. Че потерялась? Делами занимаюсь. Какие дела? Мы все каждый день гуляли, а ты? Проблемы у меня. Какие проблемы? Ты беременна. Че? В смысле? Ты беременна? Да. От Жени? Ну, от кого еще? В смысле? Ты че не предохранялась, мать? А зачем? Чтоб детей не было, зачем? Тебе 16 лет. Для вас, дети, это, видимо, ничего. Ну, я считаю, что беременность в 16 это рановато. Нужно сначала отучиться, понять, кто ты, чем ты хочешь заниматься дальше и что ты сможешь дальше дать этому ребенку. Ну, че ты аборт не сделаешь? Да, баба, мозгов у тебя, вижу, сильно много. Отучиться, аборт сделать, а потом всю жизнь быть без детей. О, идея. Чего я говорю? Я хочу этого ребенка. Чем у меня слушать? А мама? Мама, мама сказала рожать будем, никаких абортов. А Женя? Женя планирует свадьбу. Ну, капец. Я не стала им говорить, конечно, как у нас с Женькой все обстоит. Зачем им эти подробности? Такие подрастающие фифы. Знаете, на них смотришь так. Выбесили дико со своими расспросами. Как, да почему? А че не предохранялась? Я в шоке, прикинь, подруга. Завтра пойдем всем в универе расскажем. Больше всего я боялась, что и фото с УЗИ Жени будет мало, и это всего лишь отмазка. Тем более, что после того, как я увидела на экране своего ребенка, я поняла, как мне важно, чтобы у него был папа. Одну взял, съел, потом другую берешь и ешь. Окей, шведская семья. Привет. Привет. Где мама? Мама в комнате. Ага, все ясно. Я бы рассказала папе про УЗИ, но там сидел Игорь, муж Кати. Он меня бесит, и при нем я вообще ничего не хочу говорить. Привет. Ой, здорово. Привет. Ну че, я на УЗИ съездила. Ну че, как? Ну че, фотографию дали, сейчас покажу. Сейчас очки один. Это голова, здесь вот руки, а вот тут вот типа ножки, ну тут еще плохо видно. Вот тут вот мне сказали носик. Слушай, ты не видишь носик, я не вижу. Ну вот. Фантазию включи. Ну, смотри, у него маленький. Че она такая веселая? Там есть такое небольшое событие. А че случилось-то? Ну, сам узнаешь. Пойду узнаю. Че там случилось? Сиди мы все. А камеры тебя, типа, чувак, не смущают, да? Ты как бы вообще... Он мне нравится, знаете, как снимают эти шоу вот русские? Блядь, снимают камеры вообще, блядь. Кто это такие-то? Как будто всегда с нами ходят. Хер на зла. Какие-то мужики зашли с камеры. А че они снимают? Пойду спрошу. Ну, типа на реальных событиях, но с эффектом постановы. Знаете, это какой-то на грани непонятной. Типа реальное событие, но постанова. Че здесь такое случилось? Че за событие? Леша темнит? Вы че-то тут темнеете, собрались. Ну че? Ну, Ксюха беременна. С какого перепуга она беременна? Ну, не ветром надуло, наверное. Вот в УЗИ ходила, делаю. Сколько лет девчонке-то? А тебе какое дело? Мама, куда ты смотрела? Мама, ты же знаешь, какая она. Так надо было ремнем лупить. Разбаловали девчонку. Я считаю, что Ксюша забеременела по вине родителей. Нельзя было такого допускать. 16-летний ребенок уезжает куда-то в другую деревню и находится там с парнем один на один. Ну, если честно, у меня нет слов насчет этого. Я был в шоке. А кто воспитывать будет? Знаете, вот этот чувак какой-то мутный, реально. Он какой-то... Не вызывает он доверия. Как ты учиться вообще собираешься? Да, тебе разница. Да ты вообще своей головой не думаешь. Ты как будто отец. Как малолетка. Я вообще тебя сейчас на аборт так отправлю и все. Да как? Игорь. Насильно? Ну попробуй. Давай, давай, попробуй. Я тебя на аборт отведу. Ты что, с ума сошел? Ну там живой ребенок. Так а раньше что, скрывали специально все? Да, специально скрывали. Что такие дебилы, как ты, не лезли сюда, понятно? Выйди отсюда, я сказала. Игорь, ну, Кати просто любит постоянно учить. Не, ну реально он такой, знаете, типа чуть-чуть это, у него кукуха поехала, как мне кажется. Он такой... Он любит, чтобы было так, как он скажет. Хотя, ну как бы мы даже, можно сказать, не родственники особо. Поэтому мне просто... А что особо? Вы даже не родственники. Ну просто муж твоей сестры. Успокойся. Он стал якобы ротствиником. Ну, смотря как смотреть. О, мама, привет. 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 Они все блондины у нас, да? Не крашеные? Натуральный блондин? А где Ксюша? Ксюша уехала в город маленько. Не, вроде бы, хотя... А о чем кругались? Ну, говорит, я беременна. Ну, я сказал, что... Подожди. Отреагировала, что это... Подожди, как беременна. Ну, так, писю в писю получилось, блядь. Как беременна. Ну, конечно, я была просто... Я была в шоке. 16 лет. Ну, какая она мать? Поэтому, конечно, я, мягко говоря, без удовольствия встретила эту новость. Жень, у тебя же уже одна есть девочка-то. Ребенок на стороне растет из отца. Ну, Жень, надо ехать же за ней. Не знаю. Я думал тоже, как бы, ну, за ней сесть. Но что-то я не хочу. Чего? Почему ты не хочешь? Ну, и мама так была в шоке маленько, конечно. Сказала, давай-ка, дуй-ка за Ксюшей. Если беременна, серьезно. Нужно, как бы, это решать. Что-то думать. Ну, я решил, в общем, последовать маминому совету. Уехал. Самый вышел. Как знал, что я в тебе еду, да? Что, пойдем там? Пацаны собрались. Тимоха приехал уже. Тебя только ждут. Да у меня проблемка. Мы с Ксюхой поругались. Мама приехала, отправила за ней. Да, ну, она сказала, типа, что я беременна. Я так что-то отреагировал. Ты что, прикалываешь? Я беременна, я 16 лет бераю. Что, издеваешься? Когда я узнала, что Ксюха беременна, я, честно, вообще был в шоке. Ну, что она просто с ним живет, это уже шок. Ну, такой ротик маленький. Знаете, у нее голова такая, нормально? А ротик маленький. Вот такой вот, маленький такой вот. Только мне так кажется, не? Или вам тоже? Когда беременна, я просто испугался за него, потому что она могла рассказать маме. Мама могла просто пойти в полицию. Вот реально. И вдруг бы у меня куда-нибудь поехал далеко и надолго. Надо, чтобы крышка не было, надо ситуацию разрулить, поговорить. А он пухой пришел? Пойдем по дороге поговорить. Пойдем? Ты меня просто с каждым днем удивляешь. Это он к Ксюше приехал? Да. Привет. Привет. Ты меня извини, пожалуйста, что я так принял несерьезно. Не сильно я поверил. Вот он приехал, внутри мне было очень приятно, и я обрадовалась. А ну тебе бабы, блядь. Я обрадовалась. А внутри? Ва-ху! Ух, хорошо, она. Тебе не кажется, что это было некрасиво? Ладно, прощаю. А внутри думает, боже, слава богу, он приехал, бля. Надо, блядь, что-то уборку затеять. Но я не стала ему этого сразу показывать, потому что все равно была обида. Ты меня извини, пожалуйста. А что, там мама к нам приехала? Да. Она меня отправила, блядь, давай беги за ней. Потом как-то так, я не знаю, я растаяла перед ним, ну, простила. Растаяла. А я оказалась. Ага. Ты его позвала к себе в комнату, и там вручила открытие. Сахарная. Что там, стишки? Ага. Ух ты, это что-то классно. Это лялька наша. Я рад. Спасибо. Вот это уже по-настоящему. Тогда, конечно, уже сто процентов принял это осознанно, и уже начал думать о дальнейшем развитии этих событий. Ну, что, мы в деревню поедем? А что, а смыслом? Это опять до твоей первой гулянки мне там оставаться. Почему? Да я уже не буду гулять. Что? Да, я уже не буду. Ты же знаешь, я же сам не ищу гулянок. Будет приходить компания. Гулянки сами приходят ко мне. Буду гулять с ними. Обещаешь? Обещаю, конечно. После той ситуации, когда разошлись с первой девушкой, от которой у меня дочка, ну, и чтобы такого не случилось, хочу, как бы, продолжить отношения с Ксюшей и продолжать жить с ней. Родителей тогда не было дома. Ушли за покупками. А когда вернулись, Женя сказал, что забирает меня в деревню. Будет заботиться обо мне и ребенке. И его 25 тысяч рублей в месяц хватит, чтобы прокормить семью. Лапша. Да, именно семью. Он сказал, что скоро мы распишемся. Да. Я поддержала Женю и Ксюшу, потому что я считаю, что ребенок должен родиться в браке. Да, да, да. Наконец-то все стало так, как я хотела. Но кто бы мог подумать, какой удар в спину меня ждет. Странно, почему? Что случилось? Не будет свадьбы, чи что? Ох! Ты виской колорит. Ты виской, я призрашиваю. Ну, постараюсь пораньше. Ты не затяживайся, ладно? Женька свое слово сдержал. Обеспечивает меня. Я ни в чем не нуждаюсь. Мне нравится такая жизнь. Вот только есть одно но. Мама! Все, я на работу. Ну, ты на работу, на бардак. Да, уже все. У его мамы есть тупая привычка приезжать без предупреждения. И если раньше она задерживалась на день-два, то сейчас прошла уже неделя. И уезжать она, судя по всему, не собирается. Сюша, со стола убрать надо. Я уберу. Ну, видишь бардак? Да, вижу. Убери, убери. До моей беременности мы с ней редко общались. Но все было норм. А сейчас она как будто с катушек съехала. Ксюша. Что? Ну, я же тебя просила. Ну, убери со стола. Надо убрать, да обед начинать готовить. Я сейчас занята. Ксюша. Ну, уберусь я. Ну, Ксюша, ты же хозяйка. Иди сюда. Возит у меня. Иди сюда, говорю. Зачем? Ну, иди, я тебе покажу. Иди сюда. Я сказала, я занята. Иди ко мне. Ко мне. Иди сюда. Ксюша. Вот это стоит с самого утра. Ну, в холодильник. Зачем, если я сейчас готовить это буду? Чашлык? Взяла бы из холодильника. А это что? Посуда. Ну, Ксюша, это с завтрака эта посуда у тебя стоит. Посуда не мытая. Бардак кругом. В шкафах бардак. Ну, что это такое? И что я ей не скажу? На все она мне просто... Это все по фаншую. Я приду минут через 10. Ксюша, убери. Мужа ж не возвращается. Ой, Саш. Привет, мама. Саш, привет. Привет. Это ты чего здесь? А Женя дома? Да, Женька на рабочей. А Ксюша? Да, дома она. Что, лаетесь с ней? Это не то слово. Ну, ты знаешь, наверное, какая. Женька жаловался тебе, не знаю. Жаловался, не жаловался. Да, но я и был у них, и видел, какая. Позавтракали. И так, типа, так беспалевно подсматривать, и никто ничего не видит, да? Прихожу на кухне бардак. Женька ушел на столе бардак. Какого окна она смотрит? С этого? Женьку жалко, ты понимаешь? Он целый день на работе приходит. Он еще посуду начинает мыть. Ну, ты представляешь, а? Ну, ничего. Ну, такая... Я таких вообще не видела. В момент, когда я слышу всякий креатив в мою сторону, меня как будто переключает. Я становлюсь другим человеком. Ну, он и не работает. Тетя Оля! Может, хватит уже, а? Или вам морду набить, тетя Оля? Сказывать это все сейчас. Нельзя мне подойти и сказать это. А я тебе говорила. Зачем налево-направо это все разносить? Что ты разорвалась? Да мне это просто надоело. Что тебе надоело, Ксюша? Надоело вот это вот все постоянно. Ну, сколько раз мне тебе можно говорить? Дом 2. Принеси, подай, сделай то, сделай это. Я сама разберусь. Мне неприятно. А мне приятно смотреть на тебя. Так не смотреть и уезжать отсюда, и все. В этом доме я хозяйка. Ну, дом так, конечно, сказано. Ну, ладно. Как там зимой, наверное, ж холодно. Я бы к ней приехала с добрыми намерениями. Хотела ей помочь, посоветовать. Но она мне так нахамила. Она меня просто выгнала, и все. А, все? Я, знаешь, что думал? Блядь. Мне кажется, здесь было не по столу. Мне кажется, здесь она реально... Так прям шла на эмоции, что... Ведро нормально въехало. Только переживаю за реакцию Жени. Как он отреагирует на то, что мы с его мамой мягко... Ну, мягко говоря, поругались. Вот так, мягко говоря. Привет, Ксюша. А где мама? Как на работе дела? Отлично. А где мама? Нету мамы. Мама, она уехала. Она же не собиралась. Да мы поругались чуть-чуть. А про что? Прикинь, выхожу, короче, такая... А она сами говорит ему, какая я ***, что я ничего не делаю, что я не готовлю, не стираю, не убираю. Да, как в смысле? Ну, принимать же критику, чего ругаться-то? Ты, наверное, тоже не промолчала, орала. Я устала уже. Сделаю то, сделаю это, как будто... Ну, хозяйничаю здесь, Женя. Так потому что ты не хозяйничаешь, поэтому... А почему я не хозяйничаю? Ты сейчас пришел грязно, что ли? Еды нету или что? Ну, не всегда же. Почему не всегда-то? Ну, что не всегда? Я самостоятельно, но Ксюха не самостоятельно. Меня никто не подпинут, да? Мне никто из внешней не говорит, Жека, там, построи забор, то сделай, это сделай. Да ее постоянно нужно что-то подпинуть. Помой пол, ***, посуду. Ей тоже это не нравится, что ее тыкают. Ну, ***, ну, ты если *** не делаешь, что я молча буду ходить, ***, свинарник этот подпинуть, что ли? Ладно, я маме позвоню, узнаю, что поговорим с ним. Ох... Короче, Аполл, баба, они приспособлены к жизни. Женя поддержал маму, а не меня. Но злилась я недолго. Тетёля попала в больницу. Проблема с почками. Я хотела ее проведать, но не смогла. Отправила свою маму. Заодно пусть и познакомятся. С мамой Женей я познакомилась в больнице. Ну, приятная женщина. Лежала на кровати после операции. Очень по-доброму, хорошо поговорили. Просто она сказала, что у вашей Ксюши такой характер. Я, говорит, Женьке даже сказала, смотри, она тебя там к трактору привезет, прокатит. Ну, а потом как-то мы с ней ни разу не созванивались. Ну, не знаю, может быть, нам просто не о чем говорить с ней. Да и мне особо не нужно, чтобы наши родители общались. Чем меньше будет тётя Оля в моей жизни, тем лучше. Думала я, но не понимала, что настоящие проблемы впереди. Уже больше половины срока прошло, да? Опять на УЗИ. Сегодня важный день. Мы узнаем пол нашего ребёнка. Я позвала с собой сестру, потому что Женя очень занят на работе. Я был на работе, а отпрашиваются. У меня нет возможности, ну, не отпускают. У ребёночка всё хорошо. Внутренние органы своими органами. Можно пол ребёнка посмотреть? Хорошо. Посмотрим сейчас. Я вас поздравляю, у вас будет доченька. Спасибо. Девочка. Что-то она не рада или что? Женя поговорила, что дочка у него есть, он хочет сына. И я очень расстроилась, что Женя плохо отреагирует на это, что дочка вторая. Зачем? Зачем вторая дочка? Отказываемся. Всё, ребят. Не подходит. Девочка. Ой, в нашем полку прибыла. Катя счастлива. А я не особо. Как же сообщить эту новость Жене? Господи, обычно сообщить. Женя, решила, что лучше скажу ему при встрече. И после УЗИ поехала домой. Женя. Женя. А Жени уже нету дома. Странно, что его нету дома. Хотя он же должен быть. На звонки не отвечает. Что вообще за фигня? Женя пошёл гулять. Ну ты прикинь, это вот сейчас я хоть ино. Когда инициативу проявляю. Там где-то тебе в гости зайти. То есть если у каждого там будут появиться семьи. То есть так уже не сядем. Или сядем, но в том же гараже там типа. На пять минут пивка по бутылочке и разбежались. По домам. На рыбалку поехали. Ага. Поедешь тут на рыбалку. Капец. Я дозвонилась к нему с десятого раза. А он, видите ли, с друзьями сидит. Сказала, что у нас будет дочка. И чтобы валил уже домой. Ну чё, Белый, давай выпьем. Ну чё, за дочь давай. За дочку, за твою. Я вообще рад прям, неимоверно. Да как я рад вообще. Только главное, чтобы с Ксюшей у вас не было никого мозга. А то... Ну не, я думаю... У Ксюхи-то сильно ещё опыт, а не то что опыт, а не мозгов. Ну тоже мобил. Тоже мобил. Да. Чё-нибудь обидишь, заберёт ребёнка, уедет. И опять останешься один. Зачем это надо? Ну, даже если Женька не сильно накосячила, просто где-то загулял. Приехал поздно. Приехал там по датой. Если он такое себе позволит, но его даже не пилит. Она, наверное, прям конкретно воспитывает. Прошло несколько часов, а Жени всё не было. Я уже места себе не нахожу. Как он не понимает, что я беременна и нервничаю. У Жени пивасик и что там по центру, понять не могу. Мивина, вермишелька. Это или что это? Чтобы серьёзно этот праздник отметить. Ну чё это пивком? Живой Путин, да чё смотришь. Чё с ним? А чё там пивко? Давай ему звонить, а у него телефон. То недоступен, то доступен. Но трубку он не брал. Но я вообще не поняла, чё за фигня. По-моему, ненормально жрались. Она пошла в их местный гараж, да? Потом я уже пошла его искать. Братан, чё там... Всё, п***. Вот она... На пасашок. На пасашок. А чё, он не будет? Да он не будет. Брат, уже всё. Ну давай за дочку ещё раз. Давай, п***. Я за тебя помолюсь, когда ты домой придёшь. П***. Да нормально, скажи, было п*** с девками, со чумом. Чё-то нормально всё будет. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В смысле? Ты её домой пошёл? Чё искать-то? В смысле? Так я тебе тут сколько уже ищу-то? Для чего? Бегаю. В смысле для чего? Тебя дома нету, я сижу одна как... Когда иду гулять с друзьями, она со мной постоянно. Хочется, чтобы она просто осталась дома. Я просто спокойно... Да нормально, пойду с пацанами. Просто посидеть нормально. Она не хочет оставаться дома. Постоянно со мной. Ох, а тебе баба, а? Тебе ноги волочат свои. Долго я это терпеть буду, ты обещал мне, что ты пить больше не будешь. Давай, выходи аккуратно. Вот так, ребята, и формируется сельская семья. Эх! Ты же обещал, ты же говорил, не будешь пить. Почему это так вот? Я говорю, что я выпил? Просто Рюнку, ну в чём вообще дело? В чём истерика? Истерика в том, что когда Женя пьяный, он не контролирует себя. Кричит и может даже ударить. Угу. Когда Женя пьян, он меня бьёт. Не всегда. Бывают прямо очень хорошие дни, когда он пьяный и очень хорошо ко мне относится. Я в такие дни даже ему говорю об этом. Что я очень рада, что мы не ругаемся, он меня не бьёт. Но это был не тот хороший день. Женя снова поднял на меня руку. Его даже не остановило то, что я беременна. Если она там начинает вот бузить на меня, что я пьяный пришёл, ну то есть сама цепь. То я просто и в бубень прописываю, да? Конечно, уже разгорается и всё, и уже цепляется всё, что есть вокруг. Бывало такое, что ну и потолкаемся, да. Ну я не знаю, почему она меня доводит. Были мысли взять шланг там или провод и... Конкретно. Ну как-то сдерживаю, конечно, ярость эту. Ну тоже до поры до времени, не знаю как это. Переклепать её шлангом или проводом? Нормальные сельские у вас развлечения. Во что вылез? Допрыгается. Обычно после таких ссор я уезжаю в Красноярск. Городителям ничего не рассказываю, а просто говорю, что соскучилась. Если бы мама и папа узнали, как ко мне относятся Женя, они бы меня забрали и прекратили бы все связи с ним. Не хочется с ним быть, потому что если мы разойдёмся... То я буду мама-одиночка, да? Если бы мы разойдёмся, я буду скучать, как бы всё равно. Ну ладно, молодец. Не знаю, через сколько это пройдёт, но так вот тоже мучиться, как бы не хочется. Ну, она его любит. Но Бухло, ребята, делает своё дело. Долго без Жени я не смогла. Опять вернулась. Поэтому вернулась к нему. А он вёл себя, как ни в чем не бывало, и снова заговорил о свадьбе. Но я уже не уверена. И посоветоваться мне нельзя. Да, уже пузо такое. Я просто испугалась, что его посадят. Что, как бы, я несовершеннолетний и так далее. А. И мы просто решили перестраховаться. Мы вдвоём пришли. Польцы мы обменялись. С нами ездила ещё Настя. Она нас просто пофотографировала. И всё, и поехали в деревню сразу же. Ну, скажи так, не свадьба была, а расписались. Ну, не знаю. Наверное, на тебя такое журненькое. У гулянок не было. Мне хотелось, чтобы глазки у неё твои были. Улыбка. Красивая. Да. Да. Кольца есть, вижу. Улыбка не твой характер. Хотя я уже вижу, что после свадьбы Женя меняется, но боюсь, что это счастье продлится недолго. Может, ты папа сеструешь со мной на родах? Почему я? Мама же есть. С мамой некомфортно будет. Я перед мамой стесняюсь. Ну, ладно. Надеюсь, в обморок не упаду. Да ничего, откачаю. Слышишь? Папка на родах будет. Я говорю, так мы всё-таки давай с именем определимся. Вот. Ну, и предложил я Светлана. Ну, и красивая. Света. Ну, и решили всё-таки останется на Светлане. Ну, может, сходим, потом погуляем, как покушаем? Ой, Ксень, давай не сегодня. Я устал сегодня, капец. Ты меня стесняешься, что ли? Да. С чего ты взяла? Что ты сочиняешь? Я не сочиняю. Я говорю, как есть. Тебе стрёмно, что ли, со мной гулять? Я жирно... Чё, стрёмная такая или жутка? Стало страшно. Я сама это прекрасно взяла. Что ты несёшь? Я комплексовала перед ним. Мне было как-то стыдно, что я как-то поправилась. Но он мне говорил, да ты чего, ты брось. Ты наоборот, говорит, стала такая красивая. Но мне не хватает его внимания и помощи. Он стал брать дополнительные смены на работе, чтобы купить ребёнку всё необходимое. Ну, молодец. Я понимаю, что он старается для нас. Но мне этого мало. Весь быт теперь на мне. А с животом убираться дома и копаться в огороде очень тяжело. Ну, это было невыносимо, конечно. Под пеклом, в жару, сидеть. Я даже бывала, что сознание теряло прям в грядку лицом. Это было жёстко. Ну, куда денешься? Если это правда, то это жёстко. Отдохну я немножечко. Алё. Алё, Ксюш, привет. Ой, блядь. Местная FIFA. Шо ты там, Ксюш? А ты в селе, да? Ну, я тогда заеду скоро. Привет. У нас для тебя с Катей клёвые новости. Катя поступила в аэрокос. Ничего себе, поздравляю. Может, ты приедешь к нам в город? Погуляем, отмечим. Да, приезжай. Нет, я не поеду, Алёна. Прости. Чё как *** сидит в своей деревне, блин? Ну, тяжело передвигаться. Не, ну реально, ты меня пойми. Мешок с гвоздями к животу приделали. Ладно, давай тогда сиди там в деревне своей. А мы будем тусить, потому что мы гламурные чиксы. Сучки больные, блядь. Больше я ей звонить не буду. Да. Тоже мне подруги. Лучше бы приехали, помогли мне, а не тусить звали. Сейчас она в огороде родит, ребята. Всё, бля. Оп. Валера, иди до дома бы плохо. А, на Катьке звонит. Алло. Ну, я что-то с животом случилось прихватила. Я не рожаю случайно. Знаешь что, это, может быть, предвестники. Такое бывает. Кать, слышишь, а рожать это больно? Ну, эту боль, понимаешь, как тебе сказать? Её можно и нужно как бы пережить. А потом родишь, ребёночка на руки возьмёшь, и такая радость, такое счастье. Ты же жизнь дала новому человеку, понимаешь? Скорей бы уже родить. Живот такой большой, что сил просто нету. Не, ещё рожать, ещё надо, ещё месяц подождать. Живот тянуло всё чаще. Я переживаю, как бы с ребёнком чего не случилось. Хоть мне и тяжело передвигаться, но в больницу я всё же поехала. Даю датчик руку. Как ребёночек начнёт шевелиться, нажимаешь кнопочку. Шевелится сейчас? Нет. Можешь побудить. А как? Ну, то есть, можешь просто по животику его там погладить, потрогать, чтобы он проснулся. Слышишь, как сердечко стучит? А что это за аппарат такой? Луки растяжки на животе. Хорошо бьётся. Врачи успокоили меня. С ребёнком всё хорошо. И я вернулась в ареи к домашним делам. Но не успела даже и двух грядок прополоть, как услышала. Ксюша! Ты чё там делаешь? Тёща приехала. Не, свекровь. А, девчоненька. Он на работе. Ой, а чё ты такое это? Огород-то запустила, ты посмотри. Не, ну конечно ты это, блядь, тоже странная мамаша, блядь. У неё восьмой месяц. Смотри, огород запустила, блядь. Ты шо? Ты ж должна рожать прямо в огороде, блядь. Я жадна. Ну ничего, я тебе помочь приехала. Ага. Снова она без предупреждения. Как же это бесит. Ну чё ты такая недовольная-то? Да ничего. Потому что ты с прихода уже мозг вынесла. Уже всё-таки семья, мы живём вместе. Зачем она так врывается? Скоро рожай. Тётёля сразу, как обычно, за своё. Пошла проверять, всё ли готово к рождению ребёнка. А почему я не вижу кроватки у вас здесь? Женя занимается этим вопросом. Купим. Ксюша, ну ты, может быть, сегодня уже родишь, а у тебя кроватки нет. Ну, ничего страшного. А ну-ка, что у тебя тут в шкафу? Ну, как всегда. Трудно, что ли? Ну, нормально всё по фэншую. Нормально я складываю, не было времени. А это что за полочка для ребёнка? Да, для ребёнка освободилась. Вот ещё есть в том шкафу. Что, где? Вот этот? Вот, да. Давайте вы будете в своём доме разбирать. Ну чё, есть чуть-чуть её места. Пожалуйста. Ну, извини. Как пришла, так и ушла? Я сегодня не выбесила вас конкретно, что она меня тыкала. Я просто пришла позвонить Настюхе и свалить в город. Тюша, а ты куда? Тюля, мне нужно ехать в город сейчас срочно. Дом мне нужно будет закрыть. Как мне сейчас собираться? Да. Угу. Я поняла. Вали с хаты. Конечно, что Женя не дождалась. Ну, ничего, в следующий раз увидитесь. Передай ему от меня привет. Хорошо, передам. Угу. Ну, будь здорово. Угу. Да, отношения у них нормальные. Собралась и в очередной раз опять уехала. Как мы с ней будем дальше жить, не знаю. Не знаю. Понятно. В Красноярске мы с Настей пошли по детским магазинам и так увлеклись, что я опоздала на последний автобус и вернулась в деревню только на следующий день. А там сейчас начнет. Жень? Я увидела просто нечто. Там было все разгромлено. Я вообще не поняла, что случилось. Ты где была-то вообще? В смысле откуда? А? Чудо. Приехал домой полная брата. Грязной посудой. Не жрать. Нету. Ты где была-то вообще? За покупками ездила дочке. За какими покупками? Ребенку нахер. Приготовить сначала и уйти нормально нельзя было? Надо было все бросить, что ли? Пьяный пришел домой. Дома был бардак. То есть это вот со вчера. А я сделал красоту. Вчерашнего дня и сегодня вот этот бардак так же и остался. Жесть просто. В течение дня ничего не зашевелилось. Хочется ее прикопать маленько. Вот прям вообще. Что это за ***? Мне было очень страшно, что он снова меня ударит. Поэтому я убежала к соседке и осталась у нее ночевать. Я думала, что он очень сильно поменялся. Он очень сильно поменялся. Наоборот. Уже стало такое. Тоже такое. Ну, так тоже жить, конечно, не вариант с бухлом. На следующий день я вернулась домой. Собралась и уехала в Красноярск к родителям. Хе-хе-хе. А ты че одна приехала? Давай откурю. Где Женька? Своя дочьа. Ты приехала. Че, дома не сидится? Как че-то случается? Ты сюда приезжаешь. Че случается? А этот вообще недолюбливает ее. Капец. Почему одна? Потому что Женя работает. Я тебе еще раз объясняю. Ну, два дня отработал. Че, у него выходных нету? Есть выходные. А че, на выходные не может приехать? Помочь здесь че-нибудь? А вдруг че-то здесь надо делать? А нам кто поможет? У него такой голосок, знаете, такой вот прям вот такой. Как будто он копчается вот так вот. Он любит докапываться для девочки вот так вот. Он ихаживает, а? Кто поможет? Кто нам поможет? Я *** одна с пузом по грядкам ползаю. А кто тебя заставлял такую рань? Или че, с себя взрослой почувствовала? *** ты безмозглая и все. Да хорош наезжать. Игорь, ты че такой скандалист стал, а? Да не скандалист, я просто-напросто… Скандалист? Вы же сами же не можете ей ничего сказать против? Ну, куда сейчас говорите? А че говорите? А раньше куда смотрели? Вот я бы тебе точно по башке как дал бы, чтобы ты очухалась, одумалась. Ну что? Ну что? Ну как-то… Тоже мужик на самом деле неадекватный. Вот и ты вали! Он больной на самом деле. Брать, это все при ребенке говорить. Типа, я бы по голове бы тебя валил бы. И так далее. То есть, а это молчить из их жопу заснула жена его. Как Катя зовут, по-моему, да? Такая семейка, знаете. Не лучше, чем тот чувак, который бухает. Это тоже какой-то отброс общества, который, блять, разговаривать не умеет. Все время грубит. А это… Молчит жена его. Ты че плачешь? Ребенка испугали. Ну, ребенка… Повесится, повесится… А че с ребенком, бля? У него как-то глаза внутри смотрят и брови. Как будто ребенок это вообще… Вася, Ахмед. Иди кури. Вроде вас точно крови у них там нету. Что-то с глазами вроде косоглазия. Ну, то ладно, что такое. Я снова вернулась в деревню. Ведь не могу без причины долго сидеть у родителей. Начнутся расспросы, а я не хочу посвящать их… Когда рожать уже будем, мать ему за ногу? Роды, где? О, коляска. А, я понял. Слушай! Ничего себе, какие люди. А, это они в Гусье приехали. Мы все с подарком. Это Максу откатала. Тебе все выгодится. Шикарно. Спасибо большое. Странно, что Катя с малым, да еще и с коляской приехала в деревню. Ну, подарок привезла. Неужели она догадывается, что у нас с Женей не все хорошо? По ней просто было видно. Такая вот хмурая, что видно, что ей плохо. Как, Женька? Так, ругаемся. Кате я рассказала о том, что Женька любит выпить. Но о том, что подымает руку, сказать не решилась. Ну, слушай, смотри, вот, ну, приходит он, да, вот суток. Приготовь что-нибудь вкусненького. Подкрасься. Приоденься. Радостная встреча такая, чтобы он, ну… Было бы супер. Мужик, когда сытый, он добрый. Проси все, что хочешь. Да? Все исполню. Я тебе серьезно говорю, поверь мне. Проверь мне. Проверь мне. Ага. Я задумалась. Ведь, действительно, у нас с Женей пропала вся романтика. Все превратилось в какую-то бытовуху. Может, поэтому он себя так и ведет? В общем, я решила сделать ему сюрприз. Пельмени? Я накрасилась. Очень долго выбирала платье, какое же одеть. То не подходит, это не подходит. Приготовила ему ужин, ждала его. Ну, вместе посидеть, отдохнуть, поговорить. Пельмяшки романтические. Ксюха звонит. Не, ну, в смысле, ***. Ты давай муж с нами посидишь. Давай ***. Ты мужик или нет? А вот эта фраза, вот, знаете, ты мужик или нет? Да ты шо, бля, подкаблучник. У меня таких друзей никогда не было, но вот как показывают. Ты шо, бля, Вася? А, пельмени приготовила. Мы общались раньше вообще, то есть, прям шикарно. Да, я знаю. Появилось, все, то есть, я тебя не то что с ней, я тебя вообще не вижу. Это где это видано? Ну, смотри, я уже с армии пришел как два месяца. Ну, вот с ним первый раз его увиделись. Да, с третий раз. Потому что Ксюша его постоянно не отпускает. Тебе путает мозги тупая малолетка. Не, ну она меня зацепила конкретно. Чем ты зацепила ***? Иголкой. Иголкой. А что будет, когда ребенок родится, а? Ты просто будешь, я не знаю, каким-то... Рабом ***. Я вообще не увидим. Да... Элита общества. Опять пьяный? Серьезно? Ты где был? Бегал. С друзьями встретил. Странно, твоя футболка сухая совсем не пахнет. Кто помнит, ребята, эти приколы? Я в итоге его ждала, ждала, ждала. И потом просто бац, а он, оказывается, выбрал не меня, а друзей своих. А чего тебе не нравится? Пельмени уже остыли. Мне нравится, что ты пьяный приперся домой. Я немного выпил. Ты на ногах еле стоишь. Ну, я стою. Ты должен зайти домой вообще *** трезво, как стеклышко, понимаешь? Не должно быть сейчас такого. Ой, Ксения, да... Успокойся, а? Чё я должна успокаиваться? Мне рожать скоро. Ты со мной должен время проводить, а не со своими друзьями. Ты-то сама-то далеко собралась чё-то, кадет. Накрасилась. Никогда не красились, тут мы накрасились. Пошли *** куда-то, да? Я тебя сдала. Я хотела с тобой поужинать. Томатический вечер тебе устроила, а ты ***. А что я? А ты *** своё счастье, понимаешь? А чё ***? Чё, ужин съел кто-то, что ли? Я с пяти часов утра в огороде, ты понимаешь? Я весь день *** готовила тебе, стирала, убирала. Я ужин нам приготовила. Я тебя ждала три часа после него ещё. В итоге чё ты сделала вообще? Ты тварь после этого. Не приходи домой ***. Стирал ***. Порешали. Мы очень сильно с Женей поссорились. Да вы постоянно ссоритесь. И ему не захватило живот. О, всё, ребят, рожаем. За два часа эти боли превратились просто в адский. Ну и в итоге у меня начались схватки. Ксюша будет меня где-то, наверное, пол четвёртого. Женя, я рожаю. Он из похмелья. У него голова болит. И вообще ему так плохо было. Он поспал всего два-три часа. Он чисто протрезвел чуть-чуть. Я встал и по комнате туда-сюда. А чё делать-то, чё делать-то, чё делать-то? В Арии такси нету. Мы вызывали из Красноярска. Но пока мы ждали машину, я думала, что рожу прямо здесь. Уже когда я ехала в такси, эта боль очень сильно усилилась. Как раз схватки были с интервалом в три минуты. Это была адская боль. Да, всё. Я как будто заживо горела. Ну или меня резали. Это было ужасно, на самом деле. Голова болит. Я там и так, и сюда. Думаю, ещё весь день будет рожать. Там вообще ужас, блин. Мне было хорошо и спокойно то, что рядом был Женя. В каком бы состоянии он там не был, но он был рядом. У меня отошли воды, но они были зелёного цвета. Врачи забили тревогу и сказали, что нужно делать Кесарева. Всё-таки я подписала согласие на операцию. Ребёнка надо спасать. То есть типа сама уже не ради, да? Мне сделали наркоз, но не общий. Я слышала и понимала всё, что происходит, но ничего не чувствовала. Мне кажется, это прикольно. В первые секунды увидишь ребёнка. Мне даже Кесарева кажется намного безопаснее, чем саму рожать. Да, это операция, но... Вот, всё. Когда я услышала, как кричит мой ребёнок, я поняла, я самая счастливая мама на свете. 53 сантиметра. Ну, нормальный вес, рост. Просто радость была, одна радость и всё. Мужской слезы, конечно, не проронила, но счастье было на грани. После операции Женька уехала домой отсыпаться. А я осталась одна, ожидая, когда мне принесут доченьку. В день родов она позвонила маме и сказал, появилась девочка. Всё. Радуйтесь, родители. Сука. Ну, батя вообще, да? Это такое, бля, него. Батя, бля, я начинаю как-то описать его состояние. Напишите сами в комментариях, как можно назвать батю. Мне было так больно, я не могла ни лежать, ни сидеть, мучилась вся. Но как только мне принесли малышку, боль как рукой сняло. Я не знаю, были какие-то смешанные чувства, я ещё не поняла, что я мама. Что это моё, потому что вот я была беременна, а тут мне её уже приносят. Я не могла представить, что кормить грудью такая адская боль. Но врачи меня успокоили. Это скоро пройдёт. Через три дня. Это надо выписывать, по идее. Мне пришлось заново учиться ходить. Настолько плохо и больно было после Кесарева. А, ну может быть. Но через пару дней стало легче. И я уже смогла носить доченьку на руках, постепенно свыкаясь с мыслью о том, что теперь я мама. Я должна была за ней сама ухаживать, сама кормить там и так далее. То есть памперсы менять, пелёнки. Я это всё умела уже. Я сидела с своей сестры Катей, с сыном с самого роддома. До года примерно я с ним провозилась. Спили, мать. Каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше. И на пятый день после родов меня наконец-то выписали. Ну всё, забирайте вашу персестру. Хоть не пьяный пришёл, молодец. Ксюшка мой, молодец. Из моих родственников не было никого. Мама, потому что уехала далеко. Женька как собственник, моё ему на руки, всё сразу. Все посмотрели, всё. Ну там видно сразу, что Женька как во-первых. При выписке и жена, я говорю, давай, Ксения, заедем к нам до вечера, или переночуешь на следующий день, поедешь. А там же этот больной дома. Мы посмотрим на этого клубка. А Ксюша не захотела остаться. Мы поехали сначала в ЗАГС, зарегистрировали ребёнка, забрали маму и уже на такси поехали в деревню. А ещё до ребёнка регистрировать? Точно, да. А где ребёнок спать будет? А я кроватку уже собрал. Для меня было неожиданным, что Женя где-то нашёл кроватку и ещё и собрал её. Ну, ответственно к этому подошёл. Ну, нормально. Наверное, бы уши, но то всё херня, господи. Интересно наблюдать было, прям с удивлением, непередаваемо. Это вообще так классно, круто. А что это у неё такое-то? Это блещепка. Раньше такого не было, раньше просто ниточкой завязывали. Да? Первый раз такое вижу. Ну, уже отвалится скоро. Появление ребёнка я вообще очень ждал. Я так, ну, все 9 месяцев уже гладил животик. Ну, уже когда там... Прикольная малая. А сейчас жду, когда она уже подрастёт. Такая, знаете, вроде даже симпатичная, прикольная будет. Вместе с ней познавать, вот так вот. Когда маленькие, они все забавные. Суровые будни у нас начались с первыми коликами с ветки. О, да. Мучаемся бессонные ночи, живот болит. Мне одно так другое. А есть специальное средство. Началось перевести её на смешанное вскармливание. Ну, а как иначе? Постоянно сложить эти вопли головой рехнуться можно. Я так долго не выдержу. О, волосы растут. Как на дрожжах. Одно мне сложно. А Женя постоянно на работе. Мама не приезжает, потому что тяжело добираться. У Кати заболел малой. А с подругами я не общаюсь. Ждать помощи не от кого. О, племянница. Ой, нифига себе, какие люди. Тут вот приехала Настя неожиданно. Посмотреть на светку хотела. Смотри, какой пупсик. Вылитая Жека, да? Вообще. Копия. Это точно девочка? Да. Она что, засыпает уже что-то? Ну, надо пойти её в комнату положить. У неё живот болит. Видишь, она уснуть не может. Грелка помогает. А, это грелка? А для ребёнка это не вредно? Да нет, что тут вредного. Главное, рядом находиться, потому что под током мало ли что. Ещё проводка в доме такая стая. Ну, капец, в общем. Я сразу напрягла Настю, отправила её на кухню готовить. А сама пошла за дровами печь растопить, чтобы Светка не мёрзла. А, типа уже осень. Ну да, слушайте, время в году у них реально меняется. Там малая плачет. Чего мой желчек? Перегрела? Да. Чего малая облака вам? Да живот болит. Слушай, Ксюх, у меня, короче, автобус скоро. Чтобы не опознать, я побегу, да? Уже что? Угу. Жалко, что из-за всех этих дел мы с Настюхой толком и не пообщались. Надеюсь, она не обиделась и приедет снова. Ну, как-то приедет. Ну, что? Прошла жива. Только в моменты, когда Светка засыпает, у меня есть хоть немного времени разгрести домашние дела. Ну да, условия, конечно, для жизни такие. Не айс. Светка, ты чё, одна что ли? Не, не пьяный. А, Светанка. Чё у тебя нам ребёнок плачет? Ты спокоит меня? О, зайчик мой. А я пришёл, Светка спит, мамки нет? Ну, дрова ходила, складывала, пилила. Пожёстче стало. Нелюбовь, невлюблённость. Как-то больше в должное, что ли. Рождение ребёнка изменило наши с Женей отношения, но не в лучшую сторону. Чё-то картошка суховатая маленькая. Всё тебе не так. Скажи, спасибо вообще, что приготовила. С ребёнком ничего не успевали. Вместо нежности я постоянно слышу претензии в свой адрес. Чувствую, что перестала интересовать его как женщина. Нет такого желания, по-моему, сексуального лечения. Не особо оно привлекает. То есть Света будет держать до какого-то момента. Но дочка первая Варварка не сдержала. То есть мы разошлись, как бы, не смотря ни на что. Светку давно кормила? Ну, помню. Ты зашёл, она с меня сразу хала требовать. Может, час назад? Я ей грудь давала. У неё живот болел, поэтому я её чуть-чуть покормила, и она спать легла. Мне не нравится, конечно, что Ксюша не занимается ребёнком, ну, в полной мере. Не гуляет так часто, как требуется, как нужно для ребёнка. Я ей говорю, просто, ну, игнорит. Я сейчас не хочу, я сейчас не могу, усталая и тому подобное. Если есть возможность, сам беру коляску, гуляю с ней. Ох ты! А, дружбан! Тебя вообще не видно, не слышно. Чего там, спит? Это ювелир у нас. Слушай, тут столько недель сможешь по пивку бахнуть и уходить. Да, братан, да я бы с радостью, да, как-то нет. Отойдём с дороги. Не, ну чё, издеваешься? Не, ну не получится. Нормально у них в сёлах машины ездят, блядь. Ну, то, конечно, не елик проехал, но тут тоже какой-то джипяра. Ну, не сегодня, правда. Другой момент, но ещё увидимся. Как я говорил, после родов всё, ты стал в семье. Через 18 лет увидимся, да? Через 17 лет увидимся, да. Ну ладно, чё, чё, дальше пошёл. Ты чё, дальше пошёл. Да, конечно, пойду. Да ладно, встретишь кого-нибудь ещё. Да, конечно, встречу. Чё-то я уже порой думаю, друга потерял. Да, ну ты брось. Ну, молодец, чувак. Чуть-чуть вроде бы старается. Бухал, конечно, не знаю, как сейчас. Ничего себе. О, привет. Наконец-то мы приехали. Прелюбимчик приехал тут. Привет. Привет, Максимка. Здравствуй, Катя. Ну как там? Подрослит, нормально. Ты-то не видел первый раз, да? Да, первый раз. Не был на выписке. Ну чё, как? Всё как? В роли матери-то быть? Да ничего, пойдём, нормально. Ну чё, пойдёмте в дом, заходите. Пойдём. Я была очень рада приезду Кати. Пусть даже и с Игорем. До него сейчас мне совсем нет дела. Она жизнь свою сгубила, но не до такой степени, что как вот некоторые родили и бросили в роддоме. А она нет. Она нянчит, воспитывает ребёнка своего. Она стала ответственнее относиться к своим поступкам. То есть, вначале он говорил, что она больная на голову, такая всякая, сейчас такая. Ну, она как бы, да, да. Катя с семьёй через несколько часов уехали. Но скучать долго мне не пришлось. Что, свекровь приехала? Ой, Ксюша! Ничего себе, какие люди. Ксюша! Здравствуйте. Ксюша, здрасте. Ксюша! Прости, что я не приехала к тебе на дом. Да ничего, Ксюшенька. Всё нормально. Ой, ты моя хорошая. Боже мой, ну просто вот мой ребёночек. Такая маленькая и так похожа на Женьку. Ой, Ксюша, Ксюша, я курочек вам привезла. Курочек? Да. Тебе надо сейчас много есть, потому что надо, чтобы молоко было живых. В смысле? Много есть, блядь. Там цыпляток. В смысле много есть, блядь. Вы шо? Цыплёнок табака будете делать? Живых. Живых. Говорит, да мне проще яйца купить в магазине и мясо, чем вот так вот тратиться ещё и на курицу содержать их. Но она этого не понимает. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Какие странные курицы. Ой, ой, ой. Я просто в шоке. Это что за порода? Маленькую. Пожалуйста. А если они убегут? Они же ещё не знают, что это их хата. Они пойдут, куда глаза глядят. Пойдём в дом. Пойдём. И курочки пусть здесь побегают пока. Какие странные куры. Бабуля говорит, надо Светочку покормить. Мне кажется, у тебя душно. И с ребёнком надо гулять почаще. Я гуляю каждый день. Любую погоду надо гулять. Так я гуляю каждый день. Каждый день надо несколько раз гулять. Несколько раз. У меня нет на это времени. Потом Женя ругается, что я ничего дома не сделала. Ну-ка. Позеваем. Мы спать хотим. Конечно. Мы спать хотим. Ну вот завтра мне надо уезжать. Уже? Да. Уже. И чаю не попьёшь. Несмотря ни на что, я обрадовалась, что свекровь приехала. Всё-таки мне очень нужна помощь. И я расстроилась, узнав, что тётя Оля так быстро засобиралась домой. Ну ничего. Нет, ты не пожалеешь. Да. Лишние руки, ребята, в это время. Дорогого стоит. Хорошо, что у тебя хотят. Тебе ребёночек есть, ты тоже так переживал. Есть такое маленькое. Такое хорошее. Хе-хе-хе. Я смотрю на Женьку. Он, ну, счастливый такой. И смотрит, когда на свою маленькую кроху. Он прямо, ну, светится весь. Да, только что-то семейного счастья не особо. Я считаю, что у нас всё хорошо. Пусть так и думает. Пусть так и думает, но у вас ни хрена ничего в жизни хорошего нету. И радоваться здесь вообще не особо. Смотри, какашка засохшая вообще в хлам там лежит. Что? Сразу простирывай с какашками, которые. Так что, я, что ли, одна этим занимаюсь? А кто ещё с тобой этим занимается? Я вот сегодня убирала. Ну, просто это давным-давно лежит, наверное, засохла вообще в хлам. Ну, так я, что ли, одна штаны с ней снимаю? Ты такой прикольный. Просто мне кажется иногда, что у меня два ребёнка. Что Ксюша, что Света. За всем этим приходится мне следить одному. Ну, а Ксюхе, я не знаю, ей *** на мои просьбы. То есть, ну, применять только, я не знаю, что палку брать, её гнать. Ну, так только и всё. Ножкой. Господи, она болит. Ну, ножкой поплюхай. Когда я вижу, как Женя обращается с дочкой, не понимаю, почему он так безразличен ко мне. Ну, как ты мне даёшься? Как я тебе давать? Вот так. Ну, угора. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Шо у одного, шо у другого характера, конечно, да. Ты каждый день устаёшь. Ну, так понятно, я с ребёнком живу. Непонимание жёсткое. Все рожают и живут, и справляются. Ну, никто же... Ну, а я чё, не справляюсь? Молодец, справляешься. Так а чё ты тогда начинаешь? А чё жалуешься? Ты ж жалуешься. Ты что, устала? А чё ты хочешь, чтобы я тебя... После рождения Света, Женя стал ко мне грубее относиться, более жёстче. Он снова начал на меня кричать. Во время беременности просто был самый идеальный период. Но я поняла, что это было всё наигранное. Лицемерие. Маска. Нет, не хотел, чтобы ты расстраивалась. Всё, пошёл опять пацанов. Пацаны, я с вами. Где пивасик? Так что, ребята, делаем вывод, что дети... Не спасут вашу семью и сливают всю жопу. О! Я не поняла. Чё? Чё за фигня? Договорилась вообще-то сегодня ребёнка скупать. Ну, покупаем. В чём проблема? В пьяном состоянии ты не подойдёшь к ребёнку. Ну, куда ты пошёл? Я с тобой ещё не договорила. Ну, так ты же сказала, что не будем купать и всё. Чё? В смысле и всё? Ну, я продолжаю пиво пить. Ты обещал мне... Что? Я обещаю, когда Света родится, что я не буду пить. Не будет больше этого. А в итоге что сейчас было? Что я сейчас только что видела? Как ты зашёл с бутылкой... Спьём. Да какая х** разница? Там тоже есть алкоголь. Ты мне год мозги... Ты мне х** сейчас дать, что ли? Или х**? Что я не так сделала? Объясни мне. Почему ты так ко мне относишься? Как я родила, ты сразу же изменился. В какой его сторону изменился? Нормально х**. Потому что ребёнок теперь снаружи, я тебе х** просто не нужна. Я так это понимаю? Всё, иди на х**. Слушай, что? Вот и поговорили. Завтра покупаем, значит, ребёнка, раз сегодня не застоялась. Животовая. Да сама ты х** зверёк х**, чтобы она не доделано. Хотелось понять, что я этого не делал. Я настораживаюсь того, что она может забрать ребёнка, собрать вещи и уехать. И это да. Раньше я его просто любила. А сейчас, после того, как родила ребёнка, я уже не понимаю, любовь это или привязанность. И если так будет происходить, она реально уйдёт с ребёнком? Я решила, что мне надо развеяться и сменить обстановку. Поэтому на следующий день я собрала малую и поехала к родителям. Мама. Мама. Привет. Ты с малышкой? Да, я с гостями. Держи. А он до сих пор за этой штукой на руке? Я тебе помидоры привезла, сейчас солить будем. Спит? Да, она спит, но сейчас может проснётся, когда рожденем. Нужно посидеть с ней, посидеть. Ну хорошо, посиди. Сейчас кушать будем. Светик. Ротик. Ням-ням-ням-ням. Я не понимаю, почему этот мужик вызывает мне столько позитива. Проголодалась. Ну что, дед, будешь ты? Тихо засыпай, только поела. Как выросла. Мам, ну она засыпает, не надо. Не буди. Ну я соскучилась. Ну поспит, проснётся, поиграйте ещё. По характеру она стала мамой. Она ребёнка всё окружила материнской заботой. Чуть-чуть, и где шорох, она уже всё по глаза здоровая, к ребёнку летит быстрей. Ну как у вас с Женей дела? Как отношения? Всё хорошо вроде. Он Светку любит, меня. Я думаю, что если были какие-то серьёзные проблемы между ними в отношениях, она бы, конечно, не сказала. Да, конечно. Она думает, что у нас хорошее будет, так думаю. Она сказала бы. Ну и вот мы подошли к финалу, да? Я не хочу уходить от Жени. Когда-то ведь мы были счастливы друг с другом. Хочу вернуть эти моменты и буду делать всё для этого. Но если он не изменится, и если ещё раз поднимет на меня руку, терпеть я не буду. Заберу ребёнка и уеду к родителям. Я бы посоветовала девочкам, которые забеременели в 16. Если есть любовь, я считаю, что, в принципе, там можно. Если прямо настоящая любовь. Если... Ну, знаешь, настоящая любовь, я скажу тебе так. Когда тебе только 16, 17, 18 и твоя первая любовь, тебе кажется, что она пипец какая настоящая. Прямо самая-самая настоящая, которая может только быть. Но это на самом деле, ребята, иллюзия. Нет, о любви есть только прикладство. То не стоит этого делать, потому что семья потом может разрушиться, и вы оставите с ребёнком одни. Вот это да. Так что, ребята, вот такой вот у нас получился финал. Это был новый сезон Беременна в 16. Я надеюсь, что вам понравился выпуск. А если вы хотите больше новых выпусков, поддержите это видео лайком. С радостью почитаю ваши комментарии. А также, ребята, переходите на мой лайв-канал. Там очень много выходит роликов из нашей семейной жизни. С вами был Андрей Чент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok